Как люди приходят в фермерство? Кто-то рождается в деревне, а кто-то приезжает в деревню. Наш сегодняшний герой фермером стал совсем недавно, лишь 4 года он занимается птицей, а раньше, между прочим, он был дизайнером. Куры, безусловно, самое популярное животное на загородных участках, и это неудивительно. Ведь если птице создать все условия, то она практически круглогодично может нести яйца, а к 6 месяцам многие породы набирают хороший вес, и их можно использовать в пищу. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Мария. Наконец-таки мы с вами встретились, а то я все о вас слышала, слышала, да не видела. Первый мой вопрос, как до жизни вы такой дошли? Ну как, я хотел сначала попробовать, что это такое. То есть у меня, мои друзья, они развели птицу. Я приехал к ним на ферму, посмотрел на птицу, и в тот период мне ужасно надоело быть дизайнером, по причине капризности клиентов, по причине общей усталости. В общем, я решил, что птице это будет легче. На самом деле у нас любой бизнес сложный, но это более спокойно. Птица, во всяком случае, не ворчит, не ругается. Не требует достать несозданного. Да, не требует достать золотое пшено или еще что-то. Сколько лет назад это было? Это было уже, наверное, лет 5 назад. 4 года назад я приехал, ребята арендовали 2 коровника, в которых жили птицы. Было, значит, 5 узбеков, которые работали. Один из них понимал по-русски, остальные по-русски не понимали. И чтобы сказать кому-то что-то, нужно было найти того, который понимает по-русски. А территория была большая, и я первые там 2 недели набегивал там где-то километров, наверное, по 15, чтобы найти одного и перевести там свою просьбу другому. Потом развели 2500 голов цесарок, которых продать было сложно, и цесарки съели бизнес. И потом я переехал сюда. Сюда это куда? Сюда, это деревня Курово. Вот, это мои знакомые хорошие, они, значит, сказали, Андрюша, что-то расстраивайся. А я расстраивался, продавая этих цесарок, потому что продавали их по цене ниже себестоимости. Ну и, говорит, не расстраивайся, говорит, если хочешь продолжать, вот есть, говорит, место, где можно. Отдали мне ключи, я сюда приехал. Перевезли часть птицы, перевезли клетки, вот которые там вот у нас все стоят. И начали потихонечку развиваться. Вот. Так вот я стал из дизайнеров, стал птицеводом, фермером. Почти на каждом участке есть уже существующие постройки, которые прекрасно подойдут для размещения в них птицы. Главное требование для любого курятника – наличие света и небольшого количества места, а именно на семью из петуха и пяти кур необходимо полтора квадратных метра в площади. Высотой птичий теремок должен быть таким, чтобы владельцу было удобно в нем убираться. К основному помещению можно пристроить вольер для выгула птиц. Андрей, а цесарки у вас так и остались, да? Да, а цесарки у меня так и остались. Просто в меньшем количестве. В меньшем количестве, да, значительно в меньшем количестве, потому что как бы изначально цесарок разводил некто Вейцман. Это был гениальный птицевод, который, значит, еще при советской власти решил завалить всю нашу молодую, так сказать, советскую страну цесаринным мясом. Да, 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 был такой действительно исторический факт. Но они не пошли. Ну, не любят у нас люди темноватое мясо. Ну, во-первых, темноватая, во-вторых, цесарка, она сложна в приготовлении. Очень. Сколько раз я пыталась. А скажите, кстати, правда ли, что если готовишь цесарку на гриле, то ее жарить надо ровно столько часов, сколько ей лет? Нет. Это глупость. Цесарка, если ее жарить на гриле, она должна быть очень молодой. Очень молодая это, цыпленок, возраст. Очень молодая, и это где-то порядка, ну, грубо говоря, двух-трехмесячная. То есть это килограмм меньше? Это да, где-то килограмм. Тогда она, в общем-то, достаточно быстро готовится. А взрослая птица, это год, год и четыре месяца, она готовится долго. То есть из нее лучше всего делать суп с домашней лапшой. Вот, мы еще коптили, научились коптить. Вот, вот копченая цесарка, она, значит, во-первых, она не пахнет, как курица. У нее свой такой карамельный запах. Салат, цезарь с цесаркой, это что-то. У вас птичье царство, помимо цесарок, кого дальше выбирали? Как, почему, для чего? Ну, помимо цесарок у нас изначально были куры. Вот. Вот, ну, обычные, так сказать, не сушки, это ломан-браун и хайсексы, потом, значит, омрок, сусекс, адлеровская серебристая, кучинская юбилейная. Вот, ну и так, как я... Какая пара тебе больше всего понравилась? Мне, мне больше всего нравится все-таки адлеровская серебристая. Чем? Ну, она неприхотливая, достаточно крупная курица, то есть из нее прекрасный суп. Ну, и растут они достаточно быстро. Ну, самое главное то, что они неприхотливые. Впрочем, как и цесарки. Цесарки, они после 40 дней, вот, их отдержал, дальше уже все, палкой не убьешь. Что значит неприхотливая птица в вашем понимании? Неприхотливая птица, ну, любая птица после вывода, она должна пробыть какое-то время в брудерах. То есть это большие клетки, которые, значит, с искусственным освещением, с искусственным обогревом, и температура потихонечку снижается уже до, так сказать, комнатной. Вот. Вот адлеровскую птицу можно держать, так сказать, вот в этих клетках минимальный срок. Это сколько? Ну, это получается где-то порядка, там, 20-15 дней. Кроме птиц, вы планируете что-то еще заводить? Ну, наверное, что-то будет. Мне обещали в этом году яйца глухарей, но так и не привезли. Очень хотелось, вот. Ну, еще, я не знаю, еще фазанов хочу. Вот. Ну, гуси, вот утки, они уже у меня есть. Воздушные ванные благоприятно влияют на яйценоскость курицы и вкусовые качества яиц. Кстати, выгульную территорию лучше совмещать с основным курятником. Лаз с дверцы на свежий воздух необходимо сделать 30 на 30 сантиметров. Выгульный вольер должен быть в три раза больше основного помещения. Естественно, со всех сторон его следует огородить сеткой, а для напольного покрытия можно использовать крупный речной песок. Андрей, скажите мне, а вы по какому принципу породы подбираете, помимо неприхотливости? Ведь же изначально, когда рассматриваешь там этот аплос куриных пород, там не написано, насколько они прихотливы. Ну, практически как жену, по красоте еще. Да, по красоте. Очень интересно. Ну, по уму птицу сложно выбрать. А жену? А жену можно. Хорошо. Мы это записали. Ну, красота. То есть это какие-то экстерьерные качества? Экстерьерные качества, ну, размер. Мне нравится большая, крупная птица. Ну, вам мясо нужно. Естественно, у вас и мясные породы должны быть. Да, да. Но у меня есть и мелкие. То есть у меня есть декорация, которая покупалась для души. То есть это вот я еду с сыном покупать птицу, он увидел там, допустим, китайскую шелковистую. Папа, какое чудо, давай купим. Я его поддерживаю в этих начинаниях. А это чудо, между прочим, очень вкусное. Да, и с необычной кожей. Она же под белым пером, она черная. Темная, да, темно-синего. Темно-синего цвета, да. Скажите, вот у вас огромное количество уток. Да. Когда мы последний раз у вас проводили свое рабочее время, их было меньше. В связи с чем? Такое увеличение. Спрос? Даже сейчас сезон лета. Да, да. И что люди с ними делают? Едят в основном. Ну, можно предположить. Нет, конечно, можно любоваться. Нет, ну как, с утками много, что можно делать. Ну, начиная там от пекинской утки и заканчивая там, ну, я не знаю, грудку можно отдельно делать. Поднемся потихонечку. Сколько у вас численность птиц сейчас на всем участке? На всем участке, ну, где-то порядка двух тысяч голов. Вот скажите мне, Андрей, дизайнер – это профессия такая творческая, даже немножко аристократичная. Это тут хоп, навоз, куры, птицы безумные, цесарки. Не хочется вернуться. А как же граф Толстой? То есть вы у нас, можно сказать, граф Толстой в реакарнации. И появились в куры. Нет, это очень сильно как бы отвлекает. А потом вот, честно говоря, можно просто вот сидеть и смотреть на птицу. Это такой релакс потрясающий. Они же у каждого свой характер. Ну, имен я не даю птицу. Но мясо имя как-то и не принято давать. Только декоративное. Ну, вроде бы у нас суп из Петя, а вот тут наша клава запеченная. Наблюдайте, наслаждайтесь. Да. Хорошо. Какие дальнейшие планы? Вот помимо того, что снова вы будете строить свои курятники. Мы тут один недавно у вас снимали фундаментом. Тут уже второй появляется. Еще что? Расширять землю. Хочу земли. Хочу земли. Хочу вот как бы вот часть этого поля взять в аренду. Насколько это вообще возможно? Насколько наше государство как-то помогает? Ну, я не знаю. Местная власть мне как бы с радостью. Очень хорошее отношение к фермерам. Подписали все. Вот сейчас вот я жду муниципальный ответ. А вот скажите, вы юридически как личное подсобное хозяйство, правильно получаетесь? Я не юридическое лицо, я личное подсобное хозяйство. Фактически. Понятно. А какие-то льготы это вам дает? Какие-то субсидии? Нет. И? Нет. Думаете? Главное, чтобы не мешали. Не мешают? Нет. А вот еще вопрос. У нас прекрасный ветеринар Денис Юрьевич. Он приезжает, смотрит птицу по первому звонку. Если не дай бог что-то. Делает прививки моим собакам. Великолепный человек. Но так как вот ваша история с Димой Климовым, с которым ранее снимали программу, она для меня кажется уникальной. В чем ее уникальность? Она заключается в том, что вы одни из немногих, кто, собственно говоря, живете, развиваетесь, динамично развиваетесь, держитесь на плаву. Скажите вообще, чтобы продукция поступала в магазины, в рестораны, какие ветеринарные свидетельства или справки нужно иметь? Ну, во-первых, птица должна быть здоровой. Во-вторых, мы, значит, птицу сдаем на анализ каждый месяц. И на основании этих анализов нам выдают форму номер два, то есть это реализация без ограничения. И на основании этих справок мы уже как бы... То есть каждые два месяца на разный месяц? Каждый месяц. Каждый месяц. То есть утки, гуси, индики, цесарки по одной птице вы отдаете. Какие анализы там собираются? Ну, анализы идут на сальмонелиоз, на, так сказать, патогенную флору. То есть там посев идет. Там сложная достаточно процедура и достаточно длинная. То есть анализ ведется где-то неделю. КОНЕЦ Одна из проблем фермерства – это естественные отходы. Я сейчас говорю о потрохах, перьях, лапах, костях. Как решать эти проблемы? Например, наши герои потроха отдают местному населению, даже их не очищая. Кости от индейок у них забирают предприятие, которое в дальнейшем занимается их переработкой. Так что, в принципе, если есть цель, то всегда можно к ней прийти самым коротким путем. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот вы свою птицу вакцинируете? Нет, мы птицу не вакцинируем, но мы очень сильно, так сказать, тщательно следим за чистотой в птичниках. То есть, если вы заметили, вот мы когда гуляли по ферме, запаха нет. Нет. Сколько раз в день вы убираетесь? Ну, раз в два дня. Раз в два дня все это чистится. Навоз дальше куда? Навоз у нас, значит, складируется, потом, значит, у нас договор с соседом, он его забирает, мешает с землей и продает счастливым дачникам. Вот скажите, основная проблема любого фермера, любого человека, который там держит какое-то поголовье не только для себя, но и на какую-то минимальную реализацию, это вот вопрос реализации. Как у вас, как вам удалось сделать из Хобби бизнес? Великолепный компаньон, который, значит, он журналист. Мало того, что он журналист, он еще прекрасный пиарщик. Вот. И у него очень много знакомых среди рестораторов, которые, в общем-то, с удовольствием берут нашу птицу. И знакомые. Знакомые – это сарафанное радио. То есть, которые приезжают в гости, говорят, что это такое у вас, такое вкусненькое, а это вот там-то брали. И начинается. То есть, слухами страна полнится. Да, страна полнится. Сколько людей прокармливается у вас? Ну, я так на вскидку не скажу. Ну, где-то, наверное, ну, порядка 35-40 семей. Ну, и помимо всего этого, я не знаю, сколько продают интернет-магазины. Какому количеству народу, да, и рестораны. Сейчас есть эта тенденция – бросать квартиры в больших городах. Ну, не бросать, а продавать, приезжать за город. Вот ваш совет. У вас уже есть опыт. Опыт успешный. Четыре года, да, при условии, что у вас были связи. Вы это все смогли решить эти вопросы и с логистикой, и с закупками, и с поставками. Насколько рискованно уезжать за город неподготовленному человеку и этим не начинать заниматься? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что квартиру в Москве бросать не надо. Ну, я же говорю, продавать. И продавать ее не надо. Лучше все-таки как-то это вот без ущерба. Чтобы было куда вернуться. Да, чтобы было куда вернуться. Потому что сельское хозяйство – это такая штука. Иногда сидишь и думаешь, нафига я всем этим занялся. Часто вас эта мысль посещает? Последнее время реже. Потому что все как-то потихонечку, но положительная динамика. Да, ну, вот жизнь-то налаживается. Ага. Вот. А так у меня младший сын, он учится в школе. И поэтому волей-неволей нам квартира в Москве нужна. Вот. В Москве-то не очень образование. А в деревне, я боюсь, будет еще хуже. К чему нужно быть готовым, когда человек уходит из города на землю? К тому, что не будет выходных. Это еще хуже, чем работать в офисе? Хуже. И тяжелее? Ну, я не знаю, это зависит от того, от желания самого человека. То есть, если ты хочешь этим заниматься, то ты будешь этим заниматься. Ага. Вот. То есть, это может быть в удовольствие. А почему из такого многообразия сельскохозяйственных животных вы выбрали птицу? А не свиней, которые быстрее, больше? Ну, во-первых, свиньи, они очень духовитые. Ну, есть такое. Вот. Во-вторых, ну, как-то, я не знаю. Мне кажется, с птицей проще. Я с птицей начинал, и вот как бы вот пытаюсь развивать эту тему. Если я правильно вас поняла, 4 года назад вы впервые столкнулись с такой птицей. Ну, я первый раз цесарку увидел. Ага. И, как бы, нет, ну, я в детстве там когда-то, когда ездил там в гости к своему дяде, там я и кроликов кормил, и голубей, и кур. Это все было на мне. То есть, я прекрасно понимал, что такое укура. Но что такое цесарки, индюки, там утки, это для меня было вообще. А инкубация для меня это вообще было вообще какое-то таинство. Вот. Сейчас нормально. Какие основные проблемы у вас сейчас, помимо нехватки земли, площадей? Ну, как, отсутствие газа, например. Мы живем, в принципе, не за Уральскими горами, а, можно сказать, в Подмосковье, а газа у нас нету. Топим дровами. Вот. Подумываем, так сказать, о каком-то альтернативном топливе, но пока никаких мыслей не приходится. Солярка тоже дорогая. Там навозом кто-то топит, между прочим. Ну, не знаю, насколько это хорошо в жилом доме. Естественно, ни одна постройка для животных не может обойтись без кормушек и поилок. Для дачного содержания, когда люди не имеют возможности ежедневно следить за питомцами, лучше использовать бункерные кормушки, в которые засыпается корм раз в неделю и благодаря ее строению самостоятельно порционно подсыпается. Воду лучше давать в вакуумных поилках, которые работают по такому же принципу. Андрей, скажите, пожалуйста, вот у вас какая продукция представлена, то есть что вы предлагаете своему потребителю? Яйца, понятно, цесаринные, куриные? Ну, в основном мясо. В каком виде? Ну, индейку, которая крупная, мы расчленяем. То есть это идет филе, остальное все идет в тушках. Ну и помимо всего прочего мы еще, так сказать, делаем полуфабрикаты, не полуфабрикаты, а уже, так сказать, готовая продукция. Это копченые куры, запеченные куры, копченое филе индейки, запеченное филе индейки, сует, вот это обработанное, то есть при температуре 70 градусов мясо индейки. Индейки, копченых цесарок вот собираемся зимой начать, уток. А какие-то такие изыски планируются? Но копченые блюда это уже деликатесно? Ну, вот у нас не хватает площадей. Чтобы изыски? Да, если мы с площадями решим, то я думаю, что-то будем такое придумывать, новые какие-то ходы. Хотя, в принципе, вот то, что вот я перечислил, это все очень востребовано. Это все очень вкусно. Хорошо, спасибо вам большое за рассказ. Удачи! Курица Курица – это не только яйцо и мясо, но и ценное в дачный сезон удобрение. Пол в курятнике закрываем соломой, плюс опилки, они хорошо впитывают влагу. Однако, нужно помнить, что если вовремя, а именно хотя бы раз в неделю, не чистить курятник, то в процессе разложения смешанные с пометом опилки будут выделять аммиак. Несмотря на этот недостаток, подобная субстанция под ногами птицы выделяет еще и дополнительное тепло, что позволяет зимой не использовать в курятнике отопление. Солома же впитывает влаги меньше, поэтому ее необходимо использовать в большем количестве. Но она выделяет аммиак и быстро загрязняется. Что выбрать – дело личного предпочтения. Когда я впервые была на этой ферме три года назад, вот здесь за решеткой была небольшая лужица. И тогда партнер нашего героя Дмитрий Климов мне рассказал, что он мечтает сделать пруд для водоплавающей птицы, дабы создать ей максимально естественные условия, чтобы она росла здоровой, счастливой, и что непосредственно бы сказывалось на качестве дальнейшей продукции. Вообще эти ребята достаточно целеустремленные. Наблюдая за ними уже вот несколько лет, я поняла, что они всегда реализуют то, что задумали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин